Вот так вот. Теперь по поводу того вопроса, который ты задала. Почему так ли это плохо про серов? Со светлыми и темными понятно. Это вечная война между добром и злом, между темным и светлым, между условно темнотой и условно светом, черным и белым. Но когда вот это все началось, мне дали уникальное оружие, которым я могла светлых и темных разрушать, наказывать, так сказать. Когда я видела несправедливость, когда я видела, что они на кого-то нападали, что они там кого-то пытались провоцировать и так далее. Несколько лет мне давали вот эти полномочия их наказывать и так далее. Но приходит в какой-то момент и мне говорят, все, хватит. Я возмущенная как так. Да вы что, они же вот так вот, да, они со светлыми эти серые, ты посмотри, такая светлая девочка. И она там, ее увели, вот обманули и мне показали картину. Говорит, ты сейчас поймешь. Показали три двери, три двери, да, условно, к светлым, к серым, к темным. И стояла очередь в эти двери, да, ровно человек в человека. Понимаете? То есть человек должен получить опыту темных, если он светлый. Должен получить опыту серых. И если он серый, он должен пройти и темный, он должен пройти этим путем. То есть, ну, пришла душа по этому лучу, по темному, по серому. И сейчас я расскажу, что значит пришла душа по этому лучу. Все ли понятно вот с этим, да, почему, что и как, с темными, светлыми, серыми, землянами и пришельцами? Здесь возник один вопрос. Да, есть один вопрос. Ольга спрашивает, как прочувствовать, какой у тебя союз? Это вот про то, что ты говорила, земляне и пришельцы. Сейчас вот будем заключать про договоры. И вот когда вся информация будет, возможно, внутри тебя родится ответ. Нет, если нет, то это можешь знать только ты. Только ты или вот тот человек, который знает твою ситуацию, там, просматривает тебя и твоего мужа и так далее. Сейчас про договоры, про союз будем еще говорить, дорогие мои. Так, вот есть такая штука, называется матрица эмоций, матрица способностей, матрица развития. Итак, вот есть душа с момента создания, да, и с момента вознесения, вот сюда она возвращается, да, туда, откуда она создана. Вот ее создали, она прошла вот эту всю, вот этот весь опыт и сюда возвращается. Значит, то есть вот, значит, эта точка здесь и сейчас. И вот эти сотни тысяч воплощений, которые человек проходит, да, сотни тысяч. Ну, а может быть, никто не знает достоверно. И, скорее всего, у каждой души своя цифра здесь будет. Итак, есть воплощение. И вот есть матрица эмоций, матрица развития, матрица способностей. И человек, вот эта матрица, это как соты у пчелок. Вот пчелки носят мед, носят, носят, носят. И вот из жизни в жизнь человек, значит, вот с момента создания души, в этой жизни он злость испытывал, вот в этой жизни, в этой жизни много злости испытывал. Все, челканное заполнило и запечатало фото. Теперь, значит, вот здесь человек рождается и больше он злость не испытывает. То же самое там, допустим, ну что там, восхищение, да. И вот здесь, здесь, здесь рождается в следующий раз и не испытывает. То есть не обязательно три жизни. Это может быть за одну жизнь человек много злости испытал, а может быть там сто одно, не имеет значения. Но суть. Всего этого заключается в том, что душа с момента создания, да, вот этот вот все эмоции, весь опыт должна получить. И когда она вот это все заполняет, то она возвращается вот сюда. Вот она отсюда пришла. И вот сюда возвращается. И скорее всего, большинство из нас, кто дошел до этой информации, скорее всего, ну не через меня, через кого-нибудь бы она пришла, не переживайте. Скорее всего, вы вот где-то вот здесь вот, где-то вот на излете. Вот так с этими способностями, вот с этой матрицей. Есть ли вопросы по этому моменту? Продолжаем ли дальше? Ну вот у меня возник вопрос. А вот эту матрицу нужно заполнять несколько жизней? Или можно все-таки эту матрицу заполнить за одну жизнь? Вот этот вот опыт. За одну жизнь вы ее не заполните. Конечно, может быть, то есть я же рассказывала здесь по иерархиям очень много. Конечно, если придет какая-нибудь сущность вдруг ей взбрендиться, да, воплотиться вот сюда на землю. И, возможно, она, понимая, уже будучи, ну, сущностью высшего порядка, она может воплотиться. Как это происходит? Вот смотрите, вот тело человека, вот душа. Вот это вот то, что называется канал, да, или мы вот будем делать медитацию, вхождение в поток, я вам сегодня, да, шахта лифта мы ее будем называть, да. Вот этот дух, он соединен, значит, вот с этой иерархией, соединен с Богом. Но он то же самое, что и божественное. Вот эта реализация, да, энергия реализации, вот из нее он и реализовался. Это энергия реализации просто выделенная. Это вот как я на листе отделила, да, вот чем вот этот кусок бумаги отличается от этого. Совершенно не тем, ничем. Просто он отделенный, все. Та же самая бумага, просто она раскрашенная, да. Вот, что касается за одну жизнь. И когда вот эта вот душа, сущность высшего порядка, да, решила отделиться от божественного, и создается душа, душа это уже воплощается сознанием вот этой матрицы, сознанием вот этого всего. И вот такие могут, конечно, за одну жизнь. Но таких, я думаю, ну, за все человечество, наверное, было немного. Потому что воплотиться сюда в материальное, и вот во всем этом побыть, сущности высшего порядка, скорее всего, не захотят. Потому что это или созданные сущности, которым, в принципе, вот этот уровень неинтересен, или это души, которые вот это все заполнили, поднялись вот здесь по иерархии, они помнят все, все удовольствия, которые здесь на планете Земля происходят, условно, да, удовольствия, из воплощения в воплощение, вот это все колесо сансары. И, соответственно, уже они понимают, что воплотившись сюда, в материальное, вот эти вот те вещи забываешь, как правило. И за одну жизнь, и тут можно зависнуть на многие-многие миллионы, миллиарды лет. Вот это за вами был Игорь Негода, он по центру иерархии Loew High. Орх, но просто улица. Вот это создание, но они начнут hears моего воплощения. И ped votre кап Handels о уже легко realtà, Продолжение следует...